Из-за обильных осадков Ульяновская область вновь ушла под снег. Областной центр встал в пробки. Утром заторы наблюдались на главных магистралях города, в том числе на проспекте Гая и улице Локомотивной. Выбраться со двора оказалось проблемой, а цены на такси увеличились в несколько раз. Работы по уборке продолжаются, но желаемого результата нет. Одно из самых проблемных последствий снегопада – суженные проезжие части, а также заваленные дворы и подъезды к ключевым объектам инфраструктуры – школам, больницам и детским садам. На текущий момент уже сформированы две мобильные бригады, которые состоят из погрузчиков, самосвалов. В течение сегодняшнего дня будут привлечены дополнительные бригады. Кроме того, прорабатываем сейчас с коллегами адресные перечни первоочередных задач, которые нам предстоит решить. Кроме того, было зафиксировано два инцидента по отключению электричества. Из-за западного циклона в Ульяновской области объявлен желтый уровень опасности. По прогнозам, гидрометцентр к вечеру осадки должны прекратиться, но ненадолго. 8 февраля в регионе снова ожидается плохая погода. Ситуация будет достаточно нехорошая. И в результате всего ожидается у нас сильный снег от 5 до 10 миллиметров осадков. Метель и днем ожидается усиление ветра до 21 метров в секунду. На дорогах снежные заносы. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и своевременной ликвидации последствий Алексей Русских привлек дополнительное финансирование, поручив главам муниципалитетов обеспечить регион необходимым количеством самосвалов. Сегодня деньги уже будут доведены. И с запасом на то, что послезавтра снова мы ожидаем мобильные осадки. Также министерство ЖКХ предложило провести в регионе единый день чистоты, как в Самарской области. К уборке снега порекомендовали привлечь органы исполнительной власти, местного самоуправления, а также подведомственные организации. Алексей Русских инициативу поддержал. Юлия Руднева, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.